Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Я вообще не знаю, когда бывают легкие Самый тяжелый период для родителей Детей Тех детей, которые ходят в школу Мне кажется, начался сейчас Вот прямо сейчас Совершенно верно Но тем не менее, мы знаем прекрасно И мы об этом говорили неоднократно в нашем эфире В течение лета тоже Что для уполномоченного по правам ребенка Не существует выходных и перерывов И летний период Это тоже очень серьезный и важный период Прежде всего потому, что это период работы Летних детских лагерей И мы лично С Владимиром Валерьевичем Выезжали вдвоем Я один раз присоединилась Лагерь Родина, насколько я помню Да, с инспекцией От общественной палаты Мы выезжали в лагерь С инспекцией У меня там масса фотографий и впечатлений И я понимаю примерно Как производится эта работа И понимаю, что это не бывает Бывает не раз В году накануне открытия Не два и не три А постоянно такие инспекции проходят Как прошел этот сезон? Начнем с того, что мы Мы проводим мониторинг То есть это разные терминологии Проверки, инспекции Мы проводим мониторинг То есть по результатам Материалов, которые мы передаем В соответствующие потом структуры Собственно говоря, проводятся проверки И выносятся соответствующие предписания То есть мы никого не наказываем Чтобы было понимание Но опять же формулировка мониторинг Позволяет нам Приезжать в любое учреждение В любой загородный лагерь Отдых и оздоровление Без предупреждения То есть Чтобы было понимание У нас на последнем совещании Было озвучено как раз Представитель Роспорте-бедомзора Что Владимир Валерьевич У нас аппарат уполномоченного Это та структура Которая приезжает Может приехать в любое время Внезапно Внезапно, да То есть не предупреждая За два-три дня О том, что будет плановая проверка И так далее Мы не сторонники Для того, чтобы ездить Как бы того У нас физически по времени Не получается Допустим в мае То есть Мы все-таки едем тогда Когда в лагере есть Дети Есть продукты Есть сотрудники И температурный режим Уже другой Нежели при приемке лагерей Например В апреле В мае месяце Мы понимаем Что летом Температура Может доходить До плюс 30 А не плюс 5 Когда это было Принималось И температура На этом же складе Может быть Немножко другой А продукты лежат А продукты лежат Да Вот Не все из них Находятся При том Температурном режиме При котором должны быть Некоторые вообще Очень странно В странном месте Непонятно вообще Что они там делают В таком виде Да Вот Светлана была Она видела То есть В принципе Один из блоков Она видела Как мы работаем Да Вот могу сказать Что Светлана В таком режиме Каждый лагерь То есть 100% лагерей Мы посещаем И в этом году Мы посетили 100% лагерей Какие это лагеря Не по одному разу У нас в этом году были И Если говорить О этапе приемки Мы выезжали Из главным федеральным Инспектором Из Дмитрия Александровича Курдюмовым Из Барминовым Георгием Андреевичем Значит В те лагеря По которым Были вопросы Еще до момента Открытия Скажем Значит Новый лагерь Усадьба Ивана Царевича В который Должен был открыться Он открылся чуть позже Именно потому Что по нашему мнению Валерий На тот момент Не был готов В полном объеме Для приема детей Я понимаю Почему ездил Заместитель и председатель Правительства Дмитрий Курдюмов А что делал Георгий Барминов Министр спорта Вообще-то сейчас Молодежка Относится К спорту Молодежная политика И спорт вместе Оперативно реагирует На какие-то Возникающие вопросы В частности Наша первая Совместная поездка Состоялась с ним Значит В день заезда Детей В лагерь Березка Когда нам поступил Сигнал о том Что в лагере Очень холодно То есть Накануне заехали взрослые И когда было Очень холодно Мы помним Начало лета Температурный режим Да все лето В этом году А лагеря наши Не приготовлены Оно кардинально Отличалось от прошлого Если в прошлом году Все четыре смены Были у нас Температурный режим Близкие к идеальным Правда ли это было хорошо Что в этом году Значит У нас Лагеря Присутствовали На начало Да и они сейчас есть В которых Не имеется Системы Централизованного Отопления То есть В котором Есть летние домики Есть там Зимние домики В частности Березки В ряде случаев Предусмотрено Отопление А в ряде нет Поэтому В экстренном порядке Мы выезжали Смотрели на месте С Гереми Андреевичем И уже там При нас Ставились дополнительные Конвекторы Для отопления Этих домиков Вот Для того Чтобы было тепло Вот К ведомственной Принадлежности У нас В этом году Всего В области Если мы говорим О загородных Лагерях Я думаю Что мы не будем Останавливаться Сейчас На городских Это такой Отдых на асфальте Я не считаю Это полноценным Отдыхом Он имеет Право На существование Пришкольные Лагеря Их было Тоже много Загородные Лагеря Всего 25 То есть 24 стационарных И Один Палаточный Надо отметить Что Палаточных Лагерей Еще Там Пять лет Назад У нас В области Доходило Количество До девяти В этом году Один Но он Как-то Так Существует Трамблин Планировался Еще один Но они Видимо Не рискнули Открыться Особенно В таких Погодных Условиях Вот Значит Мы посетили Все Повторюсь Каждый Каждый Лагерь Какие-то Не по одному Разу И Проблемы У нас К сожалению Остаются Точно Ровно Те же Которые Были В предыдущие Годы Просто Меняется Лагеря У кого-то Лучше У кого-то Хуже То есть У нас Если говорить По Медицинскому Обеспечению У нас Есть Лагеря Которые Не имеют Медицинской Лицензии Лагеря В которых Мы Выявили Нарушение Правил Хранения Лекарственных Средств Нарушение Сроков Годности Вот Самый Больной Вопрос И один Из основных Это Продукты Питания То есть Могу привести Пример Из других Регионов А мы же берем Статистику Слава богу Что у нас Такого Допущения Не было Но в Бурятии В этом году 72 человека Из которых 64 ребенка Пищевое Отравление Очень серьезные Дети в больнице Это Продукты Питания В лагере Которые Были Не надлежащего Качества А можно я уточню Все-таки Претензии К условиям Хранения Или к срокам Реализации Я сейчас Назову Конкретные цифры Вы поймете Да То есть Вот 32 процента Лагерей Вот из этого количества Да Дали нам Нарушение Правил хранения Продуктов Питания Опять же 32 процента Ну то есть 8 лагерей Всех Нарушение Температурного Режима Прихранения Продуктов И К сожалению В этом году Нас это удивило Крайне Неприятно В шести лагерях То есть Фактически 24 То есть Четверть лагерей Дали нам Продукты С истекшим Сроком годности То есть Просроченные Продукты Питания Вот это Вещь Которая Вызывает Наибольшие Как бы Опасения Ведь мы Не можем Приезжать В каждый Лагерь Каждый День Конечно Это Показатель Работы Системы Организации И завоза Продуктов Питания Когда мы Приезжаем В лагерь И выясняем Что Директор С кладовщиком Или с бухгалтером Они не очень Представляют Какой объем Продуктов Им необходимо Закупить И закупили Например 5 ящиков Молочки А при этом Фактически По меню У них Будет Использовано За тот Период За который Она должна Использоваться Только Три То заведомо Там два ящика Они уйдут На просрочку И зачем Они закупаются Нам Не очень понятно Когда говорится О том Что у нас Денег не хватает Мы должны Экономить И мы Все умеем Считать средства Мы приезжаем И выясняем Что Не очень Вот это все Считается По Трудовому законодательству При словутой Справке о наличии О отсутствии Судимости Мы в предыдущие Годы говорили И приводили Примеры Из наших же лагерей Когда два года назад У нас В лагере Скажем так Весна Единственный человек Который не имел Справку Вот это О судимости Единственный Он забивает ребенка И потом только Выясняется Что он пять раз Был до этого Судим То есть Была бы справка Его бы не взяли на работу Но не происходит Что было В этом году Точно так же У нас было выявлено Частично отсутствие Таких справок Причем Значит Вот Одна из организаций В которой в этом году Впервые лагеря Взяла и открыла Да Вот когда мы говорим А почему справок-то нет А мы только открываемся Нет И при этом Мы понимаем Что в этой сфере Они работают давно То есть Они просто Вот этот Решили такую Новую форму Как летний отдых Предполагается Что у них И до этого Справок-то этих не было И Были выявлены Люди С судимостью Причем Это статья 116-231 Это преступление Против личности С которыми Эти люди Строго запрещено Они работать Не могли У нас Были моменты Когда В одном из лагерей Привлекались Несовершеннолетние Без заключения договора И мы тоже Не первый год Об этом говорим Что у нас Периодически Появляются Дети Которые Нигде не числятся То есть Они не в числе Сотрудников Ни в числе Детей Отдыхающих Тоже нет Да Это так называемые Волонтеры И при этом А это не дети Сотрудников Случайно Нет Это не дети Сотрудников Ну В каком-то случае Возможно Это дети Сотрудников Я говорю Не об этом А выявленных Волонтеров При этом Мы понимаем О том Что случилось Какое-то Чрезвычайное Происшествие И вот В лагере Допустим Должно быть 140 детей По списку Вывели Посчитали Все 140 Оказывается В лагере У нас Детей Это больше У нас так случилось В одной из последних Смен Тоже в одном Из лагерей Когда В лагере Там 160 Детей А нам Жалуются На условия Проживания Одного из отрядов Которые В этот лагерь Заехали При всем При том Что в этот лагерь Мы ездили Дважды До этого И вот Тот домик В котором Они жили Он вообще Не принимался То есть Это такой Домик Старой постройки И он вообще Не был заявлен Что там будут Проживать дети Вот И мы приезжаем И выясняем Что там Живет целый отряд Там танцоры И выясняем При этом Что Основной корпус Он тоже полный И при этом Численность Общая 160 То есть Как должно входить То есть Там есть еще Какие-то дети И как раз Это было сказано А это дети сотрудников Там 20 детей И их нет нигде Вот мы сейчас Здесь На этой интриге Преремся Буквально На несколько секунд И снова В студию Продолжим эту тему Владимир Шабардин Уполномоченный По правам ребенка В Кировской области В студии Нашей радиостанции До перерыва Очень странную На мой взгляд Историю Озвучил Владимир Валерич Как могло оказаться Так Что в лагере Оказалось 20 Неучтенных детей И все они Дети сотрудников Ну По словам Руководства лагеря То есть Это Лагерь Который был Открыт Вновь Мы не знаем Там на самом деле Или может быть Они путевки Там продавали Как-то Отдельно Но по факту У нас выяснилось Что в лагере Есть дополнительных 20 детей Которые Не были Не числи Списках детей Вот это Это Большая Проблема Все-таки Мы всегда Говорим Мы должны Знать И представлять Сколько детей Есть Это на случай Если какая-то Не дай бог Чрезвычайная ситуация Эвакуация И прочее А про то И у нас Кстати Про количество детей Могу Еще один пример Подождите Подождите Это не только Чрезвычайная ситуация Если они неучтенные Как их кормили Родители покупали Где Там у них ресторан Что ли Я не знаю На территории лагеря Почему Если По заявлению Руководства лагеря Это дети сотрудников Значит Они их Так и кормили За счет Своей организации Поэтому Вот Но при этом Мы понимаем Что Значит У нас все дети Должны быть Учтены Они должны быть В поле зрения Мы должны знать Сколько у нас Лагеря детей Если это касается Их там Финансовой деятельности Это их проблемы С налогами Я не знаю С чем это связано Но при этом Мы должны знать Возраст детей Мы должны понимать Что у них нет Каких-то Моментов В части питания Или ограничений По здоровью Для того Чтобы Там более Пристальное Внимание Было к этим детям В любом случае Как бы Каждый ребенок Должен В лагере Быть на виду Один из последних Случай Могу Последний Лагерь В котором мы были Значит Он Находится У нас В одном из Санаториев То есть Вроде бы Все должно быть Хорошо При этом Приезжаем На территорию Ни одного Взрослого нет А там Такая ситуация Лечебный корпус И проживание Они там Через дорогу И по дороге едят Машины Переход есть Я прихожу Я прихожу Через 35 минут Ровно Сидение С детьми Не выдерживаю Звоню руководству Где Вожатые Выясняется Где старшие Где старшие Где старшие Там два Замечательных момента Приходит Первая Старшая Которая Я знаю А где дети Сколько у вас детей Здесь Она говорит У меня четверо На процедурах Трое Тут Двое Тут Я знаю Сколько у меня отсутствует Сколько у вас присутствует И она понимает Что она не может сказать Сколько детей Дошло до сюда Я говорю Сколько у вас ушло В магазин Им запрещено Они не ходят Я говорю Сколько детей У вас сейчас здесь Вот в данной ситуации Не смогла сказать Дальше вторая Замечательная Как бы Фраза А где Второй вожатый Значит Дети говорят Она катается на роликах Отлично Слушайте Кто отдыхает В этом лагере Вообще Мы говорим С кем-то Значит Ну может быть Там Ну секция Да знаете Там обучает Кого-то Не-не-не-не Одна Она нас отправила Сказала Вот я покатаюсь А вы там Идите Вот После чего Мы берем Значит Эту там Старшую мерсестру Идем Значит К руководству И говорим Ну как Что это Вот Замечательно Ну видимо Приехала отдыхать Вожатая Хотя должен отметить Что большинство вожатых Все-таки Ответственные Ребята Очень хорошие Вот Но надо Немножко учить Мы сталкивались С ситуацией Вранья Конечно Мы Периодически Нас Сложно Попытаться Обмануть Мы там Понимаем Да У нас Ситуация была В этом году Опять С палаточным Лагерем Когда Значит Которые На скалах На небе Находится Когда По предыдущим Годам Они Устранили Большинство Тех замечаний Которые были В прошлом году Это очень хорошо То есть Как мы это Отметили Но при этом По этим же продуктам Питания Значит Нам Говорится Помните Были сильные Дожди То есть Там Не каждый день Можно проехать Дорога Очень сложная Закупались Нам Говорится Все У нас договор ИП Таким-то Иванов Петров Сидоров Которые Значит У нас Продукты И питания Хранятся Вот там-то И заводятся Каждый день Я был Лично У этого ИП Ну то есть До этого Я представляю Сколько Это там Несколько Пактически Десятков Километров По непролазной Дороге И понимаю Что физически Они этого Сделать Не могли Там Вертолет Я хотела Тоже В кустах Вертолетная Площадка Это как бы Первая версия Но я даю Поручение Со своим сотрудникам Которые На тот момент Были В советском районе Они приезжают К этому ИПшнику Говорят Здрасте Здрасте Значит У вас договор Значит Вот с такими А дети живут Уже там Уже давно Третью неделю Ну с тем-то С таким-то Он говорит Да-да-да Договор есть Но в этом году Еще продукты Не завозили А так договор У нас есть Ну то есть Все Попались Ну то есть Спрашиваются Вопросу Зачем То есть Мы все равно Это выясним Более того Мы приезжаем туда Значит Нам показывают документы Вот по походам В прошлом году Мы понимаем Карельская трагедия Да Подвигла всех На очень серьезные меры Вот И значит У нас дети Ходят только В трехчасовые походы Как разрешено Все показывают нам документы И так далее При этом Тут же строится отряд И такие ребята С рюкзаками В которых Значит И продукты питания И все там Собраны на несколько дней вперед А так вот Где были продукты питания Да Значит Мы А дети Врать они не будут То есть Мы говорим Ребята Как бы В поход Они говорят Да Мы говорим На три часа Они говорят Да что с чего На три часа Мы идем Вот на это На это И придем Тогда Ну то есть Опять же Вот Картина маслом То есть Как Я стесняюсь Спросить Владимир Воролевич Можно пойти В многодневный Поход С ежедневным Подвозом Пищи Не знаю Мы же так не ходили Никогда В нашем-то детстве Нет вообще возможностей Да Вот теперь получается Нет Светлана Вопрос не в этом Значит Вопрос в том Что Что врут Это понятно Я просто сейчас задумалась А то есть Нельзя вообще Сейчас с детьми Пойти в поход На три дня Можно Можно Консервы Просто берешь С собой Нет Во первых Можно В походы Ходить можно Но для этого Нужно просто Иметь определенный Уровень подготовки Значит Определенный Должен быть Инструктаж Инструкторы С соответствующими Документами Просто Людям Которые это Организуют Не очень хочется Этим заниматься То есть При этом Люди Подготовлены Имеются То есть Лицензированная Деятельность Да Для этого Нужен просто Немножко Больше Уровень подготовки А зачем Будем это делать Мы и так Сходим Мы находимся Вот так Нам никто Не приедет Не проверит Приедем Проверим Но при этом Мы говорим Что вот эти игры Они до добра Не доводят Когда нам В этом же Там лагере Не заявлены Сотрудники Мы пригласили Тут так Подшабашить Пару инструкторов Они опять же Нигде не оформлены Числиться Продукты питания Можно выбрать Продукты питания Которые будут Соответствовать Этому Температурному режиму Мы все время Показываем На элементарной Сотрудникам Мы говорим Вот смотрите Вот один производитель А вот второй У одного производителя Температурный режим Заявлен до плюс 10 А у другого Та же самая сгущенка До плюс 25 Зачем вы берете До плюс 10 Если у вас нет холодильника И вы не можете Обеспечить температурный режим Берите это То же самое Касается лекарственных средств Одни и те же Какой-нибудь пустырник У одного производителя 12-15 Температурный режим То есть это Не в холодильник Нельзя Не так хранить То есть это специальные Охлаждаемые медицинские шкафы Ну вот в аптеках В больницах есть они Да Ну зачем из-за двух пузырьков Лагерь будет держать А у другого производителя Точно такой же состав Да Ну просто другой производитель Там До плюс 25 Так ты закупай вот этот И все Так он дороже наверное Я не знаю Ну вот это все уже сказано Вот И что касается Вот этих же походов Да То есть Замечательная фраза А у нас много лет Как бы мы Там работаем И ничего не случалось И каждый раз Да И ничего не случалось И каждый раз Как бы мы говорили И всех это устраивало То есть нам приезжает кто-то Мы говорим Что вот так А он говорит Окей Все устраивает И уехали Ну вот Получается так Поэтому вот На авось Все-таки у нас Некоторые люди Работают Есть Такие Ну как бы Моменты действительно Некого расслабления Мы приезжаем Опять же В один из лагерей Опять на роликах Котливцы Нет Там курят на кухне Просто Вожатые Повара Повара сидят И вот там где-то Мясной цех Разделка То есть не на улице Там нигде-то То есть мы идем И с улицы видно Они сидят Значит там Прямо там курят Вот Мы идем с директором В лагере То есть мы говорим Слушайте Повернитесь Боже Обернитесь Обернитесь Знаете как в песне Вот Я говорю Что это Вот И те сидят Увидят нас Ох Куда-то там Эти бычки В мясо А что это В котлету прямо Что это вы тут делаете Я вспоминаю Я говорю Как это Ну вот Мы такие В этом плане Такие В кавычках Счастливчики Мы приезжаем Момент То есть Приехали бы мы На час раньше Часть позже Мы бы этого не увидели Нет Здесь очень интересно Что ответил Директор лагеря На такое Безобразие А у него сама была Пачка сигарет В кармане Я подозреваю Что там Слушайте А вообще Надо мне кажется Вот это С этим делом Ведь очень просто Разобраться Люди Которые курят Не должны быть допущены К работе В лагерях Детских Ну у нас Вообще Курение на территории Оно запрещено Да Поэтому соответствующие Меры должны быть приняты У нас Все это Директор ходит С пачкой В кармане Повара Курит в мясном цеху Да Ну кстати Директор этот Сейчас не работает Он сменился В этом лагере А вот результат Это не наше Это результат Там кадровой работы Организации Которая сейчас У нас лагерями В 8 лагерей Дирекция Загородных лагерей Сейчас подумаем Сейчас мы про них Тоже поговорим Сейчас перерыв Буквально на полторы минуты И снова в студии С Владимиром Шабардиным Продолжается программа Дневной разворот Мы говорим С Владимиром Шабардиным Уполномоченным по правам Ребенка В Кировской области Ну конечно История Которую вы нам поведали До перерыва О курящих В мясном Цехе Цехе О поварах И там Да Я до сих пор Под впечатлением Конечно Они надеялись Что не увидят Просто Честное слово Я не могу себе представить Как в наше время Вообще такое может быть И раньше даже не представляла Что такое могло бы быть Вообще в принципе У нас интересная работа Да Директор больше там не работает Так Переходим Дирекция загородных лагерей Мы традиционно И итоги И дирекции подводим Кстати надо пригласить Пригласить их Чтобы они рассказали Да Со своей стороны Я к сожалению Немножечко потерялась Потому что я не знаю Кто сменил Михаила Курашина На этом поступке Там вообще Как бы ситуация Вот один Один из главных вопросов Мне кажется Это вот временные отрезки У нас как-то с дирекцией Не складывается По времени У нас всегда Какие-то ротации Руководителей Лагерей Происходят В тот момент Когда по большому счету Нужно работать Например В этой же березке У нас за май месяц Сменилось три директора У нас собственно С самой дирекцией Два руководителя сменилось Сейчас уже третий Причем смена Произошла там В самый пиковый период Когда нужно бы работать Еще в ряде лагерей Там вот В белочке Значит Сменился директор В самый разгар Работает И так далее И так далее И так далее Поэтому вот Кадровые вопросы Там дирекция Они стоят Вообще работа Самой дирекции Меня как и вызывало Множество вопросов Она Вопросов не уменьшается Становится только больше Второй год они работают Они работают Отработали они Да Второй год Полноценный Я очень надеюсь Все-таки Что будет произведен Полный разбор полетов Значит По Итогам Работы дирекции Потому что Если в первый год Нам говорилось о том Что мы давайте лагеря Восемь лагерей соберем Это будет эффективная работа Все вместе На второй год нам заявляется Нет мы можем Мы не можем работать Так эффективно Потому что их много Давайте мы четыре Отдадим в аренду Вот И так далее И так далее И так далее Аренда идет на содержание Самой дирекции Значит Непонятно Сколько средств Вкладывается обратно В лагеря Ну и так далее И так далее То есть Есть пути решения Уже есть люди Которые готовы Брать эти же лагеря То есть Я предлагал Значит Оставить Методическое сопровождение Кстати Методический ресурсный центр Он не был создан Ни на начало Этого летнего сезона Ни в середине То есть Который бы помогал Готовить нам работу Я предлагал Давайте мы Оставим там Методическое сопровождение Дирекции У нас сейчас Есть люди Которые готовы Лагеря брать Которые готовы Инвестировать Да Давайте Поменяем форму работы Вот если ты готов Да Мы тебе Даем лагерь Но ты не Платишь аренду Которая пойдет На содержание дирекции А прописываем Некий инвестиционный проект О том Что ты обязан В следующем году Построить два новых корпуса В следующем там Четыре крыши Применять И так далее И так далее Будет понятно И при этом Количество детей Которое должно В этом лагере отдохнуть Есть люди Которые готовы Вот и прописать Если мы понимаем Что этот лагерь сильный А этот слабый Давайте мы Делаем Не знаю Прицепом Два лагеря объедним Ну Вариантов много В нагрузку Владимир Валерьевич Когда будут подводиться Итоги работы дирекции Знаете Я не знаю То есть я Жду Думаю Что Георгия Андреевича Лучше спросить А вот Спросим Да Я очень надеюсь Но я очень надеюсь Что вот эта работа Будет собственно говоря Обсуждена На самом высоком уровне Потому что На мой взгляд У меня есть Большие Там основания Считать О том Что и финансовые Показатели Отнюдь не блестящие Более того Не оправдывайте Они хуже Хуже чем Были в предыдущем году То есть пока еще не поздно Нужно все таки Садиться Обсуждать Что с этим делать Хорошо К завершению Летнего отдыха Еще одна тема Тоже которую хотели С вами обсудить В начале сентября В лагере Орленок Да В всероссийском лагере Орленок Не нашим Да Состоялся координационный совет Уполномоченных По правам ребенка Это такой Не знаю Совещательный орган Да Куда собирается Это предвидим сейчас Да Там 16 Уполномоченных Входят со всей страны По два Из каждого федерального округа От привозка Это я и мой коллега Из Перми Мы председатели И зампредседателя Координационного совета Ну сейчас Такой формат И вот 16 человек По разным проблемам Как бы Собираются У нас следующая тема Это организация Школьного питания Будет в октябре А здесь была Летняя оздоровительная кампания Был Уполномоченный При президенте По правам ребенка Был Следственный комитет Вот И Было несколько площадок С проблематикой Которые Вот как прошло лето И какие проблемы Были выявлены Меня попросили Взять площадку По Оздоровлению детей Сирот И вот Буквально там Ну 3-4 момента У нас речь Велась о том Что у нас Пресловутый 44-й ФЗ С торгами Не позволяет Обеспечить там Качественные смены У нас Финансирование Все-таки Не в полном объеме Детей и сирот А то что Стандартные схемы И маршруты Дети у нас Из одного детского дома В одном и том же лагере Отдыхают Существенно Сократилась возможность Поездки там На море И в зависимости от региона Это Разные Сложности В социализации Ну и так далее Вопросов было очень много Но при этом Скажем так Следственный комитет Озвучил Несколько моментов Очень Существенных Которые нам Заставляют нас Работать лучше Еще на местах Потому что У нас в этом году Кроме озвученной Бурятии Например Были озвучены Факты Когда ребенок У нас упал С третьего этажа Корпуса Значит В Лагере Когда у нас На территории Посторонний человек Ходил по лагерю Стрелял из пневматической Винтовки И ранил ребенка Когда у нас У соседей в коме Значит Послали ребята Из лагеря Борщевик вырубать Куча детей Пострадала В нескольких регионах Преступление Сексуального характера Это развратное действие В отношении несовершеннолетних В том числе Со стороны вожатых Которые Там Вожатый был На протяжении Ряда Лучшие вожатые региона Но факты Это подтвердились То есть Это уже Вещи подтверденные Поэтому С чего мы начали Эту тему Почему мы Так Очень пристально Обращаем внимание И на Качественный состав Вожатых Что не должны быть Ранее судимые люди И на качество Продуктов питания Это все От того Что Никто не застрахован От Подобной ситуации У нас Слава богу От массовых вещей У нас Вот этих Не допустилось И я очень надеюсь Что те предложения Которые мы внесли Они пойдут В работу дальше У меня один вопрос По поводу Федеральной повестки И лагерей Кроме безопасности Который Безусловно Самый важный вопрос Я конечно Впечатлена Состоянием И видом Лагерей Которые я увидела В Кировской области Я думаю Что это повсеместно Такая ситуация Я бы их не назвала Лагерями Детского отдыха Летнего Это может быть Скаутский Какой-то Деревянный лагерь Но это точно Не Современные Лагеря Которые Представляю себе Должны быть В 21 веке История понятна Денег нет Никто не вкладывается Инвестициями В такие лагеря У нас не Москва Не Питер Где все это есть И развивается активно Но это просто Очень убого Это Убожие Страшное Понимаете Вот еще как бы Мне кажется Что мы в нашем детстве Они ездили В гораздо более Приличные Лагеря Они просто новее Были цвета В то время Да А теперь это Те же самые лагеря Только слегка Подкрашенные Ты понимаешь Страшное Светлана Вот эту историю Нет Владимир Валерьевич Вы можете не согласиться Не соглашусь Ради правды Я не соглашусь У нас есть динамика Да Краску выделили Или трубу заменили Вот наша динамика В туалете поставили Вместо дырки Унитаз Который тоже дырку и ведет В этой же березке Несколько новых корпусов Появилось За последние годы Бассейн появился Слава березке Вот и все Я имею ввиду Глобальную ситуацию Поднимался этот вопрос Или нет Конечно Поднимался И вопрос О том Что в идеале Нужна федеральная программа Вот как у нас По школам Фактически По постройке Новых лагерей Потому что Вопрос Обозначен Обозначен И куда он отправлен В федеральную повестку Есть перспективы Как вы думаете Я очень на это надеюсь Потому что В отдельно Взятый регион Не в состоянии Построить лагерь Это гораздо больше средств Чем на постройку Лагеря Которые сейчас Не принадлежат Большим успешным заводам Как это было в наше время Когда родина Ну да Там предприятия Конечно Занимались Вместе с тем Светлана Вот вы не были В лагере Например Вишкиль Года 4 назад То что там было И то что стало сейчас 20 миллионов столовая Конечно Съездите посмотреть А когда она горела Нет Я сейчас не про столовую говорю Столовая Она там За счет других средств Была построена А то что То что делают они По другим корпусам То что было Там как раз дырки В туалетах И так далее Сейчас там Ситуация немножко другая Немножко Есть люди Немножко Но она меняется Светлана Съездите в медпункт Который всегда вызывал У них много вопросов Ладно То что там не бегают Мышки лесные Это уже достижение Я бы сказал Какой-нибудь районной больнице В хорошем смысле этого слова Вот Хорошо Что отослан этот вопрос Есть еще пара важных вопросов Я бы все-таки Про Монту сказала А мне кажется Это очень важно Мы скажем Давай Хорошо Да Про Монту Про Монту Это было резко Резко Прошу прощения Это было неожиданно Сказано в перерыве Но это очень важно Мы просто обсуждали Из свежего Из последнего Что можно было бы озвучить Да Значит у нас На настоящий момент Буквально Там на прошлой неделе Да Начался новый учебный год Начались проблемы Опять с высадкой детей Из детских садов Начались обращения Но С высадкой В связи с чем? В связи с тем Что нет Привилок Привилок Там Монту Да И в предыдущие годы У нас было Не было Альтернатив То есть Это реакция Монту Это диаскин-тест Значит После чего Фтизиатр дает Как бы Собственно говоря Своё согласие Ребёнок идёт Значит В других регионах Уже появились Альтернативные методы Диагностики Которые не связаны С вмешательством В организме Ребёнка То есть Ну Любая Монту Диаскин-тест Это вкалывают Что-то Вот и родители Против этого Организм реагирует Организм реагирует Да То есть Альтернативные методы Это когда Забирается кровь И уже по крови Не внутри организма Делается У нас Такие Примеры Появились В ряде регионов В предыдущие годы До нас это не доходило Значит Во-первых Альтернативные методы Они были дорогие В других регионах Во-вторых У нас результаты Их не принимались То есть Сейчас нам удалось Как бы Всё-таки Найти понимание Решения Что сейчас У нас Во-первых Появилась Вот эта Альтернативная методика Которая называется Теспот Или Теспот Как её называют Она делается В одной Из Лабораторий Города Где? Не буду называть Это А как же родителям Которые хотят Это сделать Как поступать Значит У нас Тупдиспансер знает Где-то Они отправляют Значит И результаты Этой лаборатории Они принимают Значит Это услуга Платная То есть Монту У нас бесплатная Мы не рекламируем Не рекламируем Это альтернатива Я подчёркиваю То есть Есть бесплатная Монту Не хочет Но сейчас Результаты Теспота Принимаются Эфтезиатрами И ребёнок Может Идти Как бы Посещать Допустим Детский сад Чем это ещё хорошо В прошлом году Столкнулись с тем Что У нас Один из частных Негосударственных Медицинских центров Начал выдавать Заключения Эфтезиатра Которые Не основывались Фактически Ни на чём То есть Только на рентгене Родителей И на Осмотре ребёнка Всё То есть Анализов никаких Там с ребёнком Не проводилось Вот И Это как бы Ситуация начала Раскручиваться Она начала Выходить Как бы Наружу И мы об этом знали Вот И в этом году Значит Соответствующие Проверяющие структуры На это внимание Обратили То есть Вот И родители Которые к нам приходили Говорят Слушайте Они больше Такие справки Не выдают Я говорю А вы это простите Потому что касается Здоровья В том числе И других детей Вот Но Поскольку у вас Появилась Альтернатива В частности Вот этот Теспот То это И будет Приниматься То есть Это очень Существенный Как бы Сдвиг В этом направлении Значит Вопрос Который не решался У нас на протяжении Последних лет Трёх То есть Я правильно понимаю Те родители Которые Не хотят Делать своему Ребёнку Монту В рамках УМС Да В рамках УМС Они должны обратиться В тубдиспансер Кому Куда В тезиатр Ну они знают На прямую Или через своего педиатра Ну В тезиатр Который В результате Всё равно Это разрешение Даёт В тезиатр Соответственно В тезиатр На вопрос Вот нам Мы Монту Не хотим делать Куда нам Куда нам Вот пожалуйста Альтернатива Вот можете Вы сделать Значит Этот тест Там Мы Его результаты Мы принимаем Всё То есть В тубдиспансер Альтернатива Появилась Это хорошо Альтернатива Появилась Какой вопрос Мы не успели Сегодня Мы не успели Про право на творчество Это очень важно Новый этап Стать поваром Просто Мы об этом Расскажем отдельно Вообще Проект Право на творчество Требует Своего отдельного Эфира Там есть О чём поговорить Спасибо большое Владимир Шабардин Полномоченный По правам ребёнка В Кировской области Сейчас новости Тематические программы Реклама В начале Следующего часа К нам придёт Игорь Васильев Действующий глава региона И его интервью Вы услышите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА